МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 января 2013 года известный певец Алексей Воробьёв попал в страшную аварию. Выжил чудом. За два месяца до этого казанского скульптора Мариса Циклаури арестовали по подозрению в жестоком убийстве. И примерно в эти же дни, при загадочных обстоятельствах, исчезла танцовщица Казанского театра Анны Юдина. Её растерзанное тело нашли полгода спустя. Эти три происшествия объединяет одно. И Воробьёв, Юдина и Циклаури работали вместе. В съёмочной группе фильма «Сокровище озера Кабан». На создание этого фильма продюсера Андрея Николаева вдохновили легенды, которыми овеяно самое большое озеро в Татарстане. В этом смысле Кабан не уступит знаменитому Лохнессу. Вот уже несколько веков сюда приезжают охотники за сокровищами. Их цель – несметные богатства, которые якобы покоятся на дне. Это событие 1532 года, когда, как утверждает легенда, перед взятием Казани защитники города понимали, что не удержат этот город. Им нужно было спасти эту казну. Каким-то образом спрятать её, чтобы она дожила, не попала в руки московского царя. И по преданию её спрятали в озере Кабан. Гладоискатели не останавливают ни пугающие истории о проклятии сокровищ, ни реальные факты. Дело в том, что на берегу озера регулярно бывают не только охотники за ценностями, но и журналисты. В основном журналисты криминальной хроники. На том берегу, например, у нас часто собираются любопытные компании, и практически всегда происходит одно и то же. Вечером садится компания, утром нам звонят очевидцы и говорят, что на берегу лежит двое погибших. По количеству жертв Кабан легко даст пору самым зловещим местам России. Только самоубийств здесь произошли сотни. Может быть, у озера особая энергетика? Был такой случай. Подали в розыск молодую девушку, воспитательницу детского сада, абсолютно сознательную, приличную личность. И вот пропала. Нам позвонили очевидцы и сказали, что видели эту девушку. Она бродила по берегу озера Кабан. Что заставило молодую девушку ночью бродить в зарослях, а потом пойти на лёд, неизвестно. Озеро, оно имеет странную ауру. Оно на некоторых людей оказывает странное воздействие. Некоторые люди падают под его влияние, совершают поступки, и потом не помнят, что они делают. Опытные люди никогда не подходят близко к озеру. О том, чтобы здесь купаться, не может быть и речи. Хотя пасторальные берега и бескрайняя гладь просто манят к себе. Озеро лишь на первый взгляд очень жизнерадостное. На самом деле там кроется что-то. То, что мы не можем объяснить. Наши предки объясняли это проявлением активности таких вот водяной солнасы. Называли это татарском астанальном фольклоре. Есть водяная солнасы, которая, если ты в этом озере что-то ищешь, то она придёт за тобой обязательно, найдёт тебя где угодно и заберёт в это озеро. Актёр и музыкант Алексей Воробьёв в водяных не верит. А в аварии, которая произошла с ним сразу после съёмок на озере, не видит ничего мистического. Это я посадил девушку за руль. Это я решил, что я могу отдохнуть, посидеть, потому что у меня завтра в студию. Если бы я сидел сам за рулём, всё было бы хорошо. Но почему продюсер фильма, человек далёкий от мистики, верит в проклятие? И верит настолько, что даже просил благословения священника перед первым съёмочным днём. История кладоискательства на озере насчитывает уже более ста лет. Во времена НЭПа предприимчивые люди собирали деньги для экспедиции. Но потом люди куда-то пропадали и впоследствии их находили мёртвыми. И всё-таки однажды охотники за сокровищами сумели добраться до дна озера. В 1988 году экспедицию организовала редакция газеты «Комсомольская правда». Нашли людей, которые обладают умением искать клады. Это люди, которые обладали какими-то металлоискателями, какими-то техническими приборами. Они отправились туда, потому что, собственно, загадка сокровищ, тем более ханских сокровищ, но это не могло не вызвать такого ажиотажа. Они делали поиски в течение 10 дней, генсомных поисков, в момент, когда они вроде на дне что-то нащупали. Вот. И лебёдка стала поднимать. Значит, на лодочке скопилась вся экспедиция. Вот. И вот они что-то поднимали, поднимали, и в самый ответственный момент труп вынырнул. Это был лишь первый дурной знак. На следующий день при совершенно ясной погоде неожиданно задул сильный ветер. По воде побежали большие волны. Участники экспедиции решили не рисковать и свернули поисковую операцию. Я потом искал участников этой группы и никого не нашёл. Я, значит, начал... Я году 2003-2004 в Комсомолку обращался. Я нашёл в архивах публикации. Архив потом сгорел, к счастности, вот на улице Правды. Вот. А люди, кто участвовали в этой экспедиции, я никого не нашёл. Из тех, кто приезжал в Казань в 1988 году, хотя не так много лет прошло, никого нет практически. Приехали! Двери, не хлопай, студент! Это кадры со съёмочной площадки фильма об озере Кабан. Обычная киносуета. Но кое-что осталось за кадром. Так съёмочную группу буквально с первого дня стали преследовать неприятности. Большинство досадных помех в работе вполне можно списать на обычные случайности. На каждом кино случаются вещи, например, вот мы снимаем, и вдруг выключается свет. Да, просто вырубается генератор. И все говорят, о, ну сколько же можно, это колдовство. Ребята, разберитесь с генератором сначала, или привезите другой, здесь нет волшебства. Но это было не всё. В первый же день у одной из актрис случился приступ аппендицита. Вскоре неизвестные избили оператора и одного из актёров. Травмы, переломы, падения случались ежедневно. А самое страшное началось после съёмок. Проклятие озера словно преследовало тех, кто потревожил нечто, таящиеся на его дне. У нас, значит, был такой художный декоратор Морис Циклаури. Вот, он работал в казанской части проекта. Это известный казанский скульптор, вещик по дереву. Вот, с ним случилось событие, которое, в общем-то, в рамке не выкладывается. Тонкий, интеллигентный человек с тонкими руками, с изысканными манерами. И вот однажды он бил, расчленил своего товарища. Объяснить, что с ним случилось было, он не мог. Вот, он только вот сначала, говорит, мы играем в нарды, а потом он уже по кускам разрезан. А вскоре пропала одна из актрис второго плана – танцовщица Анна Юдина. Лишь спустя полгода выяснится, кто-то зверски убил ее. Неужели тоже проклятие озера Кабан? Эти события охладили пыл кладоискателей. Мало охотников рисковать жизнью ради поиска вклада. К тому же его существование еще надо доказать. Это Лев Жоржевский. Казанский историк и краевед. Сейчас он покажет ориентиры, по которым нужно искать затопленное золото. Бело-зеленое здание на взгорке – это бывшая инороческая учительская семинария. Еще один объект, который упомянут – это корпуса «Спартака», обувного комбината «Спартак». И еще лодочная станция. Правда, сам краевед в древнюю легенду не очень-то верит. Особенно в ту часть истории, где говорится об огромных золотых воротах весом в 5 тонн. Якобы защитники города тоже бросили их в озеро. Для того, чтобы переместить вот эти сокровища из осажденного города в Кабан, нужно было при замкнутой третьей, подчеркиваю, третьей линии осады, пронести их. Это более чем фантастично. И, конечно, Жоржевский не одинок в своих сомнениях. Другие историки вторят ему. Никакого упоминания о том, что казна была затоплена в озере Кабан, в письменных источниках нет. «Существуют, в конце концов, песцовые переписные книги, достаточно древние, где озеро Кабан упоминается. Землеописания, которые проводились в России, они не за семью замками, они в архивах лежат, а значительная часть опубликована. Если вы хотите по документам архивным искать там клад, то вы просто зря потеряете время». И, тем не менее, есть человек, который утверждает. С собственными глазами видел древний свиток с четкими инструкциями по поиску. Документ достался ему от отца, а отцу – от деда. Евгений Коргин полжизни потратил на поиски клада. «В момент получения свитка отец мне сказал, что на данный клад наложено сильное заклятие. Я сначала не верил в это дело, но впоследствии ни раз, ни единожды на себе все дело испытал. Также я слышал, что на озере Кабан было очень много желающих поднять этот клад неофициально, но они были наказаны, то есть многие погибали из них». Евгений уверен, охотники за сокровищами терпели неудачи и погибали, потому что не знали, как снять страшное заклятие. В древнем свитке было четко указано, кто и каким способом сможет поднять сокровища и не погибнуть. «В момент передачи этого свитка отец меня предупредил, что, значит, должна обязательно выдержать условия для поднятия этого клада, деньги необходимо заработать самому, то есть не занимать, не воровать, ничего, то есть честным путем заработать деньги и на эти деньги только поднимать вот этот клад». Евгений пытался заработать деньги на поиске клада с помощью изобретательства. «Сконструировал целый ряд уникальных вещей – веломобиль, электроконьки, противоугонное устройство. Но все это оказывалось пустой тратой времени и сил». «Последней каплей стал пожар в мастерской изобретателя. Сгорело все. Самое главное – в огне пострадал сейф, в котором Коргин хранил заветный свиток. Но Евгений все-таки сумел преодолеть обстоятельства. И сегодня он готов к завершающей фазе поисков». Исследователь сконструировал специальное устройство для определения точного местонахождения сокровищ. «В данном контейнере находится тот прибор, с помощью которого мы в августе 2019 года определили местонахождение ханских сокровищ озера Кабан. Сам прибор сейчас находится на модернизации, то есть мы стараемся из 20 килограммов сделать по хотя бы 15 килограммов, 5, все-таки 20 килограммов таскать – это многовато». Люди от науки по-прежнему сильно сомневаются в успехе мероприятия. «Эта легенда, на мой взгляд, абсолютно недостоверна. И искать на дне этого озера какие-то обильно там уложенные золотые предметы не стоит. Этого там не найдут». Но энтузиаст как никогда уверен. Совсем скоро он найдет заветный клад. «Мы нашли местонахождение данного клада. Сто процентов, что что-то находится на дне озера, я дать не могу, я говорю, это может дать только Бог. Но на 99,9% я утверждаю, что там что-то есть. Потому что по показаниям прибора, по которому мы работали, мы однократно можем сделать вывод, что там что-то есть ценное». Он даже получил благословение на поиски от местного духовенства. Теперь никакие заклятия ему не страшны. Он выполнил главное условие древнего свитка. Честно заработал деньги и совершил благое дело. «Евгений, он, будучи изобретателем, он содержал еще параллельно детский картинговый клуб. Собственно, на развитие этого картингового клуба ему нужны были средства». И главное, Каргин пообещал, ни копейки изнайденного он не положит в свой карман. И то, что именно ему удается то, что не удавалось никому другому, тоже не просто так. «Я буду идти до конца, потому что те процессы, которые мы должны были сотворить, то есть все эти проекты, все это нужно для детей. То есть деньги, которые мы все-таки получим, они не пойдут лично мне в карман. Я никогда не жил ради денег. То есть я всегда жил ради коллектива, ради общества, ради детей. Поэтому я все деньги вложу именно на эти предприятия». У Каргина немало сочувствующих. Продюсер фильма «Сокровище. Озеро Кабан» Андрей Николаев уверен, у кладоискателя все получится. «Это озеро, и эти сокровища, ценности, или что-то там находятся, еще ждут своего часа. Их что-нибудь, что-то случится, их найдут, скорее всего, и станет золотой трубой. Короче, чем золотой трубой». В 90-е годы казанский предприниматель Сергей Шашурин потратил миллион долларов, пытаясь найти древние сокровища. Сколько будет стоить новая экспедиция? Неважно, считает Евгений Каргин. Он не сомневается, именно его путь единственно верный. И кто знает, может быть, уже совсем скоро мир потрясет сенсация об открытии тайны озера Кабан. Возможно, ждать осталось недолго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова